Итак, на дворе вторая половина октября, и это означает, что сбор урожая закончен, и настало время позаботиться о нашей почве, которая весь текущий садово-огородный сезон отдавала все свои полезные свойства выращиваемым культурам. Некоторые не понимают, зачем подкармливать почву в зиму. Ответ на этот вопрос достаточно прост. Весной садовые культуры необходимо высаживать в подготовленную землю, богатую полезными макро- и микроэлементами. В противном случае урожай будет скудным, если будет вообще. Сегодня мы расскажем вам, какую подкормку следует вносить осенью, и как правильно ее приготовить. Итак, без лишних слов перейдем сразу к делу. Для приготовления эффективной и надежной подкормки основной составляющей служит меласа. Подкормка является абсолютно натуральной, а значит легко и быстро примется почвой. Кроме того, ее стоимость крайне низкая, около 100 рублей аж за 5 литров удобрения, которых вам хватит на долгие годы. При желании такую подкормку можно изготовить самостоятельно, для чего потребуется выварить либо сок свеклы, либо саму свеклу целиком. Мелас можно использовать как самостоятельное удобрение, Однако, если ее смешать с раствором сена, то эффективность увеличится в разы. Готовится такой раствор элементарно. 500 граммов сена заливается 10 литрами кипятка и настаивается в течение суток. Далее в изготовленный раствор добавляем 1 стакан меласы, и получившимся удобрением проливаем всю нашу почву. Такое эффективное и натуральное удобрение насытит вашу почву всеми необходимыми элементами и подготовит ее к следующему дачному сезону.